Привет, друзья! Иногда возникает такая ситуация, когда на вас напало вдохновение. Вы хотите воссоздать какую-то фотографию или, может быть, чей-то рендер. Ну, например, вот такой. И в этом случае вам, в общем-то, чертеж или рисунок абсолютно ни к чему. Вас интересуют конкретно данные изображения. И вы понимаете, что в данной комнате, например, может быть только одно окно. Комната какого-то произвольного размера. Так вот, как же быстро построить помещение в этой ситуации? Я думаю, многие из вас догадались, как это сделать. Но на всякий случай продемонстрирую. Делается все достаточно просто. Рисуем обычный бокс произвольного размера. А теперь уже в Modify мы корректируем. Начнем с высоты. Высота, ну, сделаем, например, 3000 мм. Это такое стандартное значение, да? И теперь мы можем указать, например, длину 3000 мм, а ширину 2500 мм. Вот такая вот небольшая коробочка. Ну, может быть, давайте сделаем 3500 мм. Так будет смотреться как-то поприятнее. И это и будет наша комната, которую в конечном счете мы и будем визуализировать. То есть нам большего и не нужно. Поэтому здесь заходим в Edit поле. Сразу разворачиваем наши полигончики в обратную сторону функции Flip. Далее мы можем выдавить окно. То есть делаем Connect. Connect можно сделать, в общем-то, даже произвольным. Можно использовать функцию Pinch для того, чтобы немножко расширить. И при помощи слайда, например, немного сдвинуть наши окна. Connect сделали. Сразу нажимаем на плюс и повторяем эту манипуляцию для того, чтобы создать горизонтальные ребра. В общем-то и все. После этого выделяем данный полигон. Делаем его Extrude с отрицательным значением. Ну, например, 200. Ну, давайте все же побольше возьмем. Ну, пусть будет 350 мм. Подтверждаем это действие. После чего выполняем функцию Detach. Подпишем, что здесь у нас портал. Опять же повторюсь, что такое портал и как они работают, мы с вами изучим в отдельном уроке. На данном этапе мы пока просто его отделяем и все. Далее точно так же отделяем потолок. И отделяем наш подпол. Ну и, в общем-то, на этом все. Коробка помещения готова. Здесь полу и потолку мы с вами применим модификатор Shell. Как мы помним, мы используем значение Inner Amount, чтобы не вдавить толщину вовнутрь, да, а именно выдавить наружу ее. И после этого для потолка применяется галочка Display as Box в Object Properties. Подтверждаем действие и все, наша коробка помещения уже готова. Ну, я думаю, что это видео было для вас полезным, так как это такой достаточно творческий подход. И вот уже в этой небольшой коробке вы можете размещать те объекты, которые вас интересуют, которые вы хотите видеть в своей сцене. После чего вы будете выставлять освещение, настраивать камеры и так далее. На этом все. Спасибо за внимание и до скорой встречи.